Пожары на юго-западе области обсудили сегодня в пресс-центре регионального правительства. Площадь огненной стихии в последние дни значительно сократилась, но огонь по-прежнему продолжает бушевать в некоторых районах Брянской области. Дымом в последние недели пахнет не только на юго-западе. Нет-нет повеет им даже в областном центре. Но это совсем не говорит о том, что где-то рядом пожар. На днях проезжали несколько районов. Мы увидели, что простые жители убирают сегодня листву, формируют ее в куче и начинают поджигать. То есть вопросы, наверное, культуры, населения, жителей Брянской области по отношению к предотвращению пожаров, они оставляют желать лучшего. Поэтому правительство Брянской области, глава региона Богомас Александр Васильевич, уделяет личное внимание, на личном контроле держит ситуацию, связанную с предотвращением пожаров и недопущению задымления в Брянской области. Но обстановка действительно тревожная. В Гордеевском районе между поселками Мирный и Кожаны действуют три очага торфяных пожаров. Общая площадь их вроде бы уже невелика – около двух с половиной гектаров. Пожарные работают круглосуточно, но регулярно возникают новые возгорания. Конечно, виновата аномальная сухая погода, но не только она. Сказать, что трава, камыш, кустарник, который находится на территориях сухой, это не сказать ничего, он уже пересушенный. Буквально на мои глаза там начиналось сгорание в Гордеевском районе травы и камыша и в течение 10 минут достигло порядка площади 20 гектаров. За несколько часов до того, как вспыхнула пойма, в Гордеевском районе побывала наша съемочная группа. Ни в Мирном, ни в Кожанах местные жители не высказывали особых опасений по поводу пожаров. Ведь от этих поселков до очагов довольно далеко, и люди там не ходят. А пожарных рядом столько, что и вправду бояться нечего. К местному же уровню радиации здесь уже давно привыкли. Если взять оба этих местных пункта и других, которые проезжали, ну, люди только чувствуют дым. Там нет ни паники, ни каких-то вот настроений таких страшных. Люди относятся к этому спокойно. Вот, по-моему, больше идет нагнетание откуда-то извне. В настоящее время у нас нету такой настороженности, что да, будут какие-то отравления, потому что превышения незначительные. Что касается того, что нагнетается обстановка, да, я хотел бы обратиться к средствам массовой информации, что при подаче информации, специфической, скажем так, это согласовывалось с нашими службами, потому что, чтобы не было, как вам известно, у нас есть Юго-Запад, да, где радиофобия, она все равно присутствует у населения. И нам сложно иногда, вот я хотел бы обратиться опять же к средствам массовой информации, давайте все-таки корректно давать информацию, потому что иногда у вас проходит такая информация, что по Юго-Западу превышен норматив по, например, гаммофону. Я обращаю ваше внимание к тому, что гаммофона, норматива там нет. Там проводятся многолетние исследования. На основании этих многолетних исследований устанавливаются пределы от и до, которые для этой территории, ну, в какой-то мере считаются нормой. За круглым столом публично был поднят вопрос и о юридической принадлежности территории торфяников. Номинально они еще с советских времен находятся в федеральной собственности, а фактически, получается, никому не принадлежат, и никто за них не отвечает. Данный вопрос, он очень щекотливый какой. Мне приходилось и в Москве заниматься этим вопросом по обмонению торфяников. Ну, там нужно установить конкретно собственник и наметить данное мероприятие. Торфаншутов не любит, он может, ведь это не тревога не сегодняшнего только дня. Там в зале же торфа очень глубокий, и если его упустить на глубину, это может продолжаться не один год. Главный итог, услышанный за круглым столом в пресс-центре информации, это то, что сегодня ни людям, ни их имуществу торфяные и лесные пожары в юго-западных районах области не угрожают. А чтобы избежать их в будущем, нужна большая системная работа, подкрепленная соответствующими деньгами.